В этом году аграрии прогнозируют урожай пшеницы на уровне 14,5 миллионов тонн. При этом с экспортом у них проблемы. Объем господдержки в разы ниже необходимого, что приводит к закредитованности и убыточности бизнеса. В стране растут запасы нереализованной пшеницы, которая просто гниет. По мнению главы Зернового Союза, рост нерациональных запасов связан с тем, что Казахстан достиг пика выпуска этой культуры и необходимо снижать ее производство, а также пересматривать приоритетность в поселах. Влияет и геополитическая ситуация. Через наши границы, уверяют эксперты, проходит серый экспорт со страны соседей, которые никак не регулируются. У нас по муке пшеничной потенциал экспорта ограничен тремя странами. Это Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. На долю этих трех стран приходится от 91 до 100% общего объема экспорта муки. Раньше Узбекистан и Таджикистан закупали хорошие приличные объемы. Наши мукомолы говорят, мы 2 и более миллиона тонн экспортировали. Потенциал роста экспорта муки у нас крайне ограничен. Тем более, что в Афганистан мы заходим через Узбекистан. Скажется, на бюджете аграриев из-за суха сельхозпроизводителей уже подсчитали, но уборка урожая обойдется им дороже, чем реализация. В связи с этим многие говорят, что им выгоднее отказаться от урожая. Также фермеры говорят, что немало проблем им приносит саранча, а также срывы поставок дизеля. Аграрии жалуются на чиновников, которые не могут грамотно организовать работу. Аграрии жалуются на чиновников, которые не могут грамотно организовать работу.